Михаил, это было непросто. Пришлось подумать. Я записала, надеюсь, вы не против, что я буду смотреть в конспект, потому что это очень сложно все выразить словами, тем более, чтобы это было последовательно и не занимало очень много времени. Вот поэтому по полочкам и по пунктам. Значит, 10 причин, чтобы отвергать любовь. Первая причина – не терять эмоциональную стабильность. Рассеивается внимание, все становится другим. Испытываешь новые чувства, и из-за этого захлестывает, и становишься немножко нервозным, что ли. Много переживаний новых, это страшно. Вторая причина – то, что одиночество удобно для личного пространства. Когда мы наедине с собой, нам гораздо проще вести свою жизнь, ввести в нее какие-то правила, которые не касаются других людей. И просто так проще быть одной. Иногда легче, чем быть с кем-то. Третья причина – боязнь потери человека в дальнейшем. По разным причинам он может уйти из нашей жизни, и чтобы не сильно привязываться. В общем, боязнь потери. Четвертое – недоверие к новому человеку, который входит в твою жизнь. Потому что каждый, кто нас уже покинул когда-то, оставляет свои шрамы. И прежде чем влюбиться, нужно очень сильно довериться, открыть свое сердце. С каждым разом это делает сложнее. Даже, я бы сказала, меньше желания возникает. Открыть это чувство себя заново, так как боишься новой личности в своей жизни. Пятая причина – боязнь болезненных эмоций, которые принесет это новое чувство. Это неизбежно. Не все бывает гладко. И вот этот страх давит заново все это почувствовать. Шестая причина – ревность. Это чувство очень близко ко мне. Я очень ревнивая. И проще не влюбляться совсем, чтобы избежать последующего чувства ревности. Седьмой. Седьмая причина – страх. Быть отвергнутой. Это естественно. Восьмая причина – мысли о взаимности чувства. То есть накручивание себя. Нужна ли ты человеку? Девятый пункт – теряешь контроль над происходящим. Практически все, что уже движется, идет как поток. И уже ты не можешь держать все под контролем. Десятая причина – боязнь несовпадения интересов, которые приводят к отказу от личной мечты. Это связано с тем, что я подстраиваюсь под партнера. У меня есть какие-то свои желания, своя мечта. В частности, я очень хотела бы жить у моря. И я уже не раз откладывала это по каким-то разным причинам. Это не только партнер мужчин, но и партнер, как семья, друзья или какие-то жизненные обстоятельства заставляют меня отказываться от своих желаний. Поэтому каждый новый человек – это новая жизнь, новый интерес. Я боюсь, что наши интересы не совпадут. И в итоге все-таки я сдаюсь и живу интересами партнера. Наверное, страх перед возбуждением – 10 причин. Я вам отдельно запишу, потому что очень длинное видео уже получается.